Лекция номер 5, продолжение номер 4 Так, поехали Еще раз Это непривитая вишня Переехавшая из Европы 100 лет назад Я догадываюсь Вот, которую я сейчас называю, получил От меня название, наука не знает По крайней мере, те ученые, с кем я имел дело Они не знают, мне пришлось присвоить название Вишня Сибирская штамбова Замечательная, вкусная Потом я, будут прививки, будут у нас Вегетативной гибридизации, я вам расскажу Как я их получил, такие Вот, и они стали съедобны Фирм видели? Вот, вы думаете, я подговаривал тех ребят, которые Бесплатно подогнали грузовик Из кузова собирали Я бы не догадался То, что обычно птицам доставалось С высоты 4-3, где-то так метра Собирали вот эту самую вишню Видели в кузове, видели сколько вишни Видели, как они ели Я ее испортил Как? Промолчать обидитесь Я у нее черешню, это самое, привал Черешня прижилась, потом погибла Где она осталась? Вот И вот Видите? Вот, это чистая вишня Это не вот эта Вот эта с генами У меня ее мало Но нахватит надолго Реет, как-то о ней вспоминает Она в каталоге есть Она так и набится Вишня сибирская ртамба С генами черешни Вот, это чудо Она съедобная Может, после этого Несколько человек закажет Мне же деньги нужны За что я собирали? Я платил за все Собирали, я платил Ковыряли, я платил Мыли, платил Засушивали, платил Здоровья-то у меня нет Я как своим жалуюсь Вот А сейчас уже это самое Расфасовали, платил По десяточку так Хоть бы по десяточку брали Вот, поняли, да? Вот А вот эта вот Она нужна уже Не вам с нами Она тоже нужна Потому что варенья Вкуснее не бывает Вот И работать с ней Могут не только наука Но я рассчитывал Что видели фильмы Я рассказывал про это Обращался к Путину Я рассказывал У меня был там Диалог с крупнейшим специалистом Ведущим Этот главный редактор Журнала Вестник Садовода Ребриком Вот Хоть бы кто Ухом поел Вот так и стоят Эти банки Это ведро целое С теми, которые у меня В холодильнике Это ведро Вот И вот так вот Придет пора И Да, уже сколько лет Я же про нее Пятнадцать лет рассказываю Почему им-то не надо Знаете, друзья Я про абрикосы Да Вот у нас же как Все одно к одному Так же как абрикосы Я рассказывал Калечат Так же и вишни калечили Вот И они довели до того Что сады уничтожены Есть еще Вторая причина То есть Если часть людей Не имели вишневой сады Но они не калечили Им некогда было Вот это спасение Вот это спасение Когда некогда Вот Но Все одно и потому Говорю Нужна свежая кровь Про это мы тоже будем Говорить Про эту свежую кровь Ну чуть позже Примеры есть Яркие Неожиданные Вот Убедительные Пойдем дальше Вот Самое дикое Вот так выглядит Почему корневой отводок Бесценная вещь Когда-то У любого из нас Начиналось это С одного дерева Потом стоит только Смотрите Видите Здесь я Своими руками Скосил Вот только на небольшом участке На этом участке Растут Раз-два-четыре Вишни Штамповая И вот это вот Клинилась слива одна И вишни сливы За лето дают Несколько сотен отводок Им цены нет Потому что Они какие Повторяют Материнское качество Видите Вы сейчас на абрикосы Не смотрите Вам кажется Вот Дело в том что Сказать на рынке Купил Не бывает таких на рынке Потому что Они никому не нужны А я косой А почему Не в Европу Не попросят Не закажут А здесь Просто люди По это Вы знаете Что случилось Сергею У него Этой осенью Вообще Торговля остановилась Полностью На рынке Ребята Тоже перестали торговать Еще Надлом Такой Случился Еще в прошлом году Я подхожу К этому Тотарову У него Прекрасные груши Он лежат Прям Один сахар Простой Вот Сливы крупноплодные 50 70 грамм Это лучшая слива В России Лучшая слива В мире Вот И стоят саженцы Сколько продал Полдня Прям Два Вот В этом году Вообще Его нет И вот А Сергей На рынке Не торгует Он же Круче всех А к нему Перестали ездить Полностью То есть Надлом Получился страшный И лет Десять назад Когда я торговал Даже осенью Отсюда До центральной улицы Отсюда Вот Стояли машины В ряд Вот Полный Надлом Все Приехали А как Ну вот Мы с вами Сейчас Пытаемся Что-то понять Так Теперь Значит Я привожу Этот пример Потому что Вопрос был Я обещал Ответить Вот Дело в том Что Это черемушки Это не просто Плоды Плоды Выдающиеся Спору нет Да Вот Плоды Замечательные Плоды Я Пусто Я же попробовал Вот Разница Знаете По сравнению С остальными Моими И это Вот Саженцы У него Мои Это самое У этого товарища Пианист Пианист Не садовод Вот Но Он не этот Не публичный Также Боттер Не публичный Чернобаев Не публичный Я просто отвечаю Мне запретили Давать телефоны Люди Посмотрят фильм И ходят напрямую Да сейчас Говорю Серенки вышат Косточки вышат Мне запретили Давать телефоны Все Люди живут спокойно Им не надо это Вот А в те годы Этот самый Сколько было Случа воровства Сейчас кстати Воровать уже Ой Борис Глазец Воровать перестали То ли от Лени То ли Некому И вот Месяц прошел Когда у меня Последние абрикосы Исчезли Поздний Оказался Вот так И вот Я приеду Зимой Договорился Деревья уже Не молодые Но найдем Пару веточек Я и перенесу В свой сад Поздний Абрикос Пусть он не знает Название сорта Разве в этом дело Вот Я напишу Знаете как Заметили что там Моя фамилия Нигде не прогурирует Вот Я рассказывал что Переделал сорта Фамилию стесняюсь назвать Это будет Поздний глагол Точка Поехали дальше Вот Поэтому я вот эту фотографию взял Каждый из нас Должен быть Меня никто не назначал Селекционером Но если я Не поленился Съездил Своему другу Если я попробовал Если я перенесу В свой сад Назвайте меня Селекционером Почему? Потому что Наука к нему не поедет Не Не Они будут копаться Там у себя Что-то выращивать Вот И я сейчас скажу Глядя на эту фотографию Прекрасно Связь времен Распалась Ведь то что сейчас Я в прошлый раз Рассказывал Об уничтожении Это самое Еще одного Научшего учреждения Под Воевостоком Да Бродский знает Не буду Это самое Называть Ни фамилию Ни адреса Не уполномочен Но Бродский знает Кому надо Пусть скажет Так вот Распалась Связь времен В советское время Цепочка какая была Научный институт Научный институт Научный институт Сельского хозяйства Там чего-то Селекционировали Отдавали Для чего Отдавали В ГСУ В ГОС В этой участке Там они Это все Что делали Ранировали По конкретной Эти самые Площади Конкретные Географические Районы Области Оттуда Куда должны были Идти Правильно Они должны были Идти В эти самые Питомники Которые должны Их выращивать Где питомники До сих пор Время идет Идут месяцы Идут годы Где Где Маточные сады Ну хоть бы Один показали Я вам в прошлый раз С изделкой Рассказывал Как они Это Уже Перешли Это самое Украли фотографии Уже Уже не с плодами Моими А с саженцами Украли Чтобы показать Что у них есть Они Где питомники А раз питомников Нет Вся работа Начинает Тимирязвики Которые хотели Закрыть И кончая Хабаровско Дальним Востоком Она Впустую И теперь Есть все Основания А у нас же Капитализм вышел Все Теперь у нас Питомники Должны быть частные А сейчас Полторы бабки В этих питомниках Работают Вот Информация Ко мне идет Со всей стороны Полторы бабки А теперь Они постепенно Начали Пересыпь Многие Полностью На импорт От лучших Мировых Производителей А я это Называю так Представим себе Что Где-то В какой-то Южной стране Может быть Бразилия Через нее Проходит экватор Где-то Там эти самые Придумали Супер Красивые Бикини Вот И эти бикини Куда-нибудь В этот самый На север Краснодарского края Томской области Пемени Вот В Оркуту Привезли И сказали Мы эти бикини Вам Продаем На условия Такое Даже зимой Ходить только В них Больше ни в чем Вот это Бикини Это есть Вот эти сорта Которые Лучшие Производители Подлость Невероятная Вот А вот это Да Это наше Вот И что Я не понимаю Это же так Легко восстановить Все Вот так вот Да я один бы Со своим этим самым Холодильниками Бо сейчас Накормил бы Несколько Институтов И ГСУ А О Момент интересный Вот это вот Оттуда Помните Анекдот Да Корова Ты откуда От верблюда Идет Улыбается Так вот Это отсюда На этот товарищ Взял Королевские Абрикосы И вырастил Сенцы Ну Скромно Но со вкусом Вот И я еще раз говорю Когда вы У меня Королевские А кстати Все Сегодня я Королевские Абрикосы А их было так мало Что Все Сезон охоты За ними Закончился Осталось Пятьдесят Или Сто Косточек Пять Десять Упаковочек По десять Вот И все На этом И дальше Будет написано Кончились Прям каталоги Уже Сегодня Или завтра Напишу Закончились И вот значит Человек Косточки С ним взял Выросли вот это Я говорю Ребята Когда у вас Такое получится Вы скажете Мы ждали Вот такие вот У кого-то И такие будут А у кого-то Вот такие Думайте На меня В суд Пойдете Подавать Или потребовать Деньги Обратно Это такое Счастье Иметь Хотя бы Такие абрикосы Вот Еще Свойство Подвоев Абрикосовых Я имею ввиду Манджорцев На нем Был привит Королевский На второй Ветке Был привит Черный Абрикос Несколько Словий Я вам показывал Эту Рассказу Помните О том Что задомление Надо устраивать Старинный Способ Вот Вязанка Это должно быть Дрова полусырые Плеснул бензин Они должны Не гореть А дымить Ну Еще Можно предложить Вот такую Подмену А это Третий Палец Второй Палец Еще Чем Влажнее Воздух Саду Тем Легче Переносит Заморозки Запомните Так В тазики Ставят Под деревья Есть такой Способ Он тоже Народный Вот только Потом Ледок Разбивать Надо Чтобы Он Нет Не схватывался Дом И Наконец Смотрите Это тоже Абрикос Это черный Абрикос Это гибрид Случает У меня Две недели Позже Цветет Вот так Поэтому Еще Вот такой Шанс Поэтому я Эту фотографию Решил показать Вот это Смотрите В чем Моя заслуга Вот эту яму Придумал не я Бордерчик Подлый Предательский Придумал не я Да И Всего тут Моего Это вот этот Текст И вот этот Вот Крест Да Вот Если бы Этот крест Нарисовали Академики Если бы Все учебники Там и не нет Креста Вот так Вот В стране Были спасены Нет Нет Не тысячи Нет Не десятки тысяч Нет Не сотни тысяч Миллионы Миллионы Деревьев Были спасены Сколько я Нагляделся На эти Гниющие шейки Боже Ты мой Ой И вот Эта книга Никому не нужна Практически Ладно Опять на грустность Вернул Теперь сюда Глядим Я вообще Рассказываю Про Абрикосы Как бы Они Они Самые Хрупкие Да А вот Что делает Наша Так сказать Наученная Я Знаете Вот Растет себе Никому не мешает Акация Она может быть Таким кустом Она может быть Деревом Вы видели Как делают Деревом Смотрите Вот Это Абакан Вот так Она спасается От гибели Вот эта Акация Вот так Ее Калечит Смотрите Как Ничего Не почувствовали Разницу Не почувствовали Что Откуда Растут А это Плодовое Дерево Это Яблоня Вот такая Подлая А она Была Нарисована До 1908 Года Понимаете Когда До 1908 Года Это Второй Век И Дожили Уже Фактически Треть Ну Ясно Что Это Перешло С 19 Века Вот Вот Эта Подлая Вещь Она Применяется Везде Дикоросы А потом Вот смотрите Как дикоросы Растят Вот Видите Справа А теперь Слева У меня есть фотография Более ужасная Это Когда Ураган и ветер Раздает машину Раздает Она Постоянно Давит Людей Только Ни у кого Статистики не ведут Был ураган Погиб Ложище Был ураган Погиб Ребенок Ну И так далее А Умножьте Это На Тысячи Оказывается Что Столько Людей Смерти Да Это Знаете Я сам Птиц Ловил Приклапывая Их Дурачок Был Малолетний Вот Приклапывая Их Специальная Ловушка Из кирпичей Вот Такие Ловушки Для людей Делают Вот Это Все Вошло В плоти Кровь Смотрите Здесь 19 Век Вот Это Все То То Они Не Виноваты Это Их Уровень Понимаете Ну Нет Собственных Этих Мозгов Они Наготовы Ведь Смотрите Мозги У людей Заблокированы Это Мы Все Знаем Два Человека На всей Планете Знают Что Такое Е Равно Мц Квадрат Всего Четыре Этих Самых Буквки И Одна Циферка Е Равно Мц Квадрат Все Как Просто Здесь Сложнейшая Математика Взять Изувечья Дерево И Предложить Это И Это Разошлось Тысячи Специалистов Которые Считают Специалистами Здесь В диких Садах Культурных Садах Все Это Прествует А теперь Смотрите Как Развивались События Вот Ну У них Мозги Заблокированы Они Так Сказать Ну Попугай Вы знаете Тоже Попка Дурак Или Попка Может С человеком Разговаривает Только Он Не Понимает Что Говорит И Вот Они Творят И Не Понимают Что Они Сами Говорят Вот Это Вот Кстати Я До И Все Рано Доберусь Я Уже Посмотрел Как Это Там У нее Образование Та нет Садоводческого Чего Она Лезет Вот Это Черешня Сама Природа Придала Им Кустовидную Форму Согласны Где То Почечки Отсиделись Вот Это Есть Кустовидная Форма Нам же Предлагается Вот Если Вот Здесь Допустим Они Были Живы Веточки Тут Торчали Зелененькие Листики Вот Это Все Надо Было Уничтожить А Это Погибло Бы Годом Позже Почему Потому Что Это Крайний Случай Когда Листьев Нет А Средний Случай Когда Листики Есть Но Внутри Все Гниет Я В прошлый Раз Рассказывал Про Колновидки Еще Много Расскажу Вот Это Вот Пожалуйста Берите Пень Погиб Культурный Абрикос У меня Погиб Погиб Плодоносит Сейчас Ему Ничего Делось Вот Эти Вот Боковые Ветки Это Снижепривки Они Нахватались Генов Столько Лет Сожитель Был У них Вот Видите Лет Наверное 7 И Прекрасно Укрупнились Плоды Нормально Еще увидите И будете Слюнем Глотать Вот Вот Это Вот Никогда В жизни Так Не делал Это Для Вас Я Показываю Если Вы Совсем Худо Спасайте Вот Так Распластывайте Деревья Если Хотите Хоть Что То Иметь Если Вы Совсем Забрались Чуть Лени В Рокуту Вот Это Девочка Люля А На самом деле Серьезная Уже Дама Институт Позади Суденчество Позади Вот Свой Собственный Питомник Все развивает По железу А Я Сказал Юля Пожалуйста Попозируй Представь себе А тогда Надо было Студентка Пожалуйста Попозируй Мне Сделай вид Что ты уже Молодой Преподаватель Но уже Новый Преподаватель Вот Представила Отчет Там В институте Как ее еще Как ее Во всех Железу Отпустили Говорит С трудом Я же Никто Но тем не менее Практику признали И что-то Она закончилась Сейчас у нее Свой сад Питомник По-моему Уже абрикосы Попробовал Омск И вот это Вот Специально для вас Это только Я должен был Это потом Но мне надо Отвечать на ваши Вопросы Чтобы обидитесь Вот Смотрите Вот это Это природа Кричит Вопиет Кустовидная форма Я нашел Удивительную Материал Что В начале Нашего разговора Антон Валерий Сафронов Техническая Руководитель Он Попросил вам Сказать Что Сейчас Нету Вот Помните Сбоку колонка Где вы записывали Вопросы А я должен был На них отвечать Ну еще Плюс здоровались Желали Чего-то там Друг другу Это Техническая Неполадка И что В течение Лекции Он Эту Исправит Попытается Исправит Ну вот Пока Может оно Есть Может на моем Экране Нет А на вашем Экране Может быть Есть Это Колонка Где Как бы Обратная Связь На всяком случае Все-таки Сказал А тут Еще Вот такое Дело Значит Я хочу Тоже Немножко Оно касается Не только Абрикоса Оно касается Всех Видов Видели Я даже Про дикоросы Ладно Там Сами понимаете Хочется Очень хочется Чтобы Вот такие Вот они Были Вот хочется И во всем Городе Одно и то же Вот это Вот Калечень С удовольствием Оно недопустимо Здесь допустимо Если не считать Что время от времени Вбивает людей Тут Проходят такие Процессы Смотри Попадает мороз Это 100% Вот Здесь еще К тому же Так все это Небрежно делается Хрупкая древесина Есть еще Сердцевина Скажем так Потом еще Много коснемся Я пока Очень коротко Это будет Отдельный Очень серьезный разговор Возможно Не всем он Зарежа Понравится Мы с вами Не будем Вот это все Читать Вот Я набрал Фамилию Тимирязева Так Вот И Что-то еще По-моему Два слова То ли Зеленый лист Или то ли Солнечная энергия Вот И высветилась Вот это вот Удивительная вещь Дело в чем Все время У меня была Огромная Претензия Тимирязеву К академику К гению Вот Который Больше всех Изучил Процесс фотосинтеза Вот Это все Надо проходить В школах Но надо проходить Наверное Не так Как Вот Идрикова Наталья Высветилась Вот это вот Урок Путешествия Замечательно Но Из вас Вот как было Помните Эти самые Кружки юнатов Да Кто такой юнат Это один из десяти Один из пятидесят Вот они могут взять И все это прочитать До конца Нормальный ребенок Все это читать Не будет Тимирязева Почему я вспомнил Он совершил Открытие Которое Средним Атомной бомбе Это среднее Отрицание Бога Дело в том что Если на лист Если солнечная луч Не упадет На Пучку Она никогда Не заплодоносит Вот И тут Ну а дальше Идут подсчеты Десять процентов Двадцать Тридцать А все остальное В тени Вот И кто-то Однажды решил Давайте осветлять Давайте осветлять Вот Но На юге Это проходит Более-менее А на север Это бесконечная гибель Почему Этого никто не видит Вот это страшная вещь Конечно В самом деле В листе Ни к чему Зато в жаркий день Дают тень Вот это максимум Что тогда До людей доходило Вот Потом значит Дошло До Слово Ученым Ученые называют Волшебное проявление В зеленом листе Фотосинтезом Это означает Создание сложных Веществ Из более простых Под влиянием Света Греческого Фос Свет Фотос Продвижающий свет А Дело в том Что Еще Множество охотников За вертикальными ветками Считается Пассажируют Хотя Это неправда Это Будущая крона Взамен Умирающей кроне Об этом Тоже Никто не знает Вот Потом значит Обязательно Нужно Уничтожить ветки Еще И тех На которых Нет плодов Они считаются Не нужны И вот этот Товарищ Которого Я в машине Слушал Пять дней назад Взял И сказал Впервые Использовал Этот термин Потому что Было всякие Жирующие Они Эти самые В общем Много терминов А какой-то Из них Принадлежа Ему Он сказал Бесполезное Ведь Каждый Листик Нужен Дереву Он же Мы говорим Как тут Этот самый Крылов Который Басня сочинил Корни питают Крону Крона Питает корни Они же не могут Вырасти Без крона Вот это Вот Это Единое Целое Но дело в том Он смотрел Ну для чего Столько листов Сдуру Дерево Выдал Сдуру Якобы И вот Этого Что если Где-то Ветка На ней Никогда Не было И не будет Ни одного Плода Она так Как раз Эти кормит И кормит Каждая Почка Каждый Каждый Листик Не только Ветка Когда Ветку Отрезал Сразу 20-30 Листов Никогда Не будет Вот А еще При этом Гробит Дерево Гробит И тоже Оно болеет Начинает Потом Начинается Борьба За его Спасение И вот Вначале Изувечить Темиряде Установивший Фотосинтез Представляется Процесс Усвоения И консервирования Солнечной Энергии И что Растение Усваивает При фотосинтезе Всего лишь 1-2% Энергии Солнечных Лучей Падающих На него Однако Это вполне Достаточно Чтобы растение Могло Прокормить Весь Животный Мир Вот Это Саженец Это Мажорский Абрикос Они Приготовлены Для посажены Были В сентябре В конце сентября И рановато Это наш питомник Сергей Сергей Схватился За голову Говорит А я уже Убеждал Резать И резать А тут раз Потепление Это уже Морозец ударил Когда он Заметил Мне показал Что почки Раскрылись Да И мне это Бог послал Это всего 8 или 9 деревьев Всего Всего-то 8-9 деревьев Вот Но на этом Я Оно мне так Пригодилось Они бесценны Эти фотографии Вот Дело в том Что Да Они угадали Немножко Но они Все равно Живые Их Вот То что Сейчас Мороз Убьет Эти почки Проснувшиеся Осенняя Пересадка Он их Убьет Эти Начало Листиков Вот А дерево Все равно Не убьет Прививка Будет Вот тут Вот тут Вот Дерево Будет Живое И ничего Оно не Заметь Она мне Пригодилась Как факт Пусть это Ошибка Наша То есть Надо было Неделю спустя Как раз Когда раз Опять Вот теперь Закончилось И тогда Садить Дело в том Что мы Не боимся Садить Перед самой Зимой Потому что Ни одного Абрикоса Не удалось Я специально Подбираю Такие слова Не удалось Ни одного Абрикоса Угробить За зиму Не получается Не хотят И не гробиться Вот А вот это Вот показало Одно Чуть только Начинаешь Резать Осенью Страшная Вещь Пучка Может не Проснуться Пучка Может только Набухнуть Вы не заметите А дерево Погибло И вот это Вот желание Это При пересадке Обрезка Необходима Тут маленькая Маленькая ошибка Можете злорадствовать По времени На неделю бы позже Так Вот Октябрь Самое то И все равно Вот такое происходит Больше потому что Стараемся Что комом земли Переносим Со школки В этот Питомник Вот А Советы Делать осеннюю Обрезку Они дикие Глупые Опасные Этого не знают Так называемые Феи Из телеканала Вебер В июне Резать В июле Резать В августе Резать В сентябре Резать Чем ближе К осени Тем труднее Им проснуться Но набухнуть Успевает Вот не зря же Это Конец сентября Успела Теперь смотрите Где идет Прививка Прививка идет У самой земли Два пальца Вошло В общем Три пальца Вот так Представьте Два-три пальца Получается До земли Вот Это принцип Это только Обязательное требование И к выращиванию Совершенного саженца Смотрите Итак Прививка была Настолько низко Что я вижу По коре По рисунку Это академик Так Это Ниже Это все таки Умудрилось Выше прививки А вот это Ниже прививки Это манджурец Так Я приводил Вы понимаете Что это неубиваемое дерево Что во-первых Его убить-то невозможно Потому что Вот это всегда выглядит Всегда Знаете Когда мы прививаем У меня нет Сейчас таких фотографий Не догадался Там До середины лета Приходится Привитые манджурцы Вот Как можно Низко Непрямой Вот С нижней части Лезут 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 А мы их облаваем Весь май Июнь И лезут И лезут Это такая Живучесть Знаете Дерево Фактически В верхней части Это как бы Отрезано Да Это бывает Приживается А бывает Иногда и нет А Нижняя часть Вот Выламываешь Выламываешь Это Отдельная Операция Это С тысячи раз Надо нагнуться В питомнике В общей сложности Чтобы Ломать 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 Вот Ломать Еще раз Говорю Неубиваемые Абрикосы Это Наше Будущее Это Если только Отказаться От этих Дебильных Самых То что мы Проходили Еще будем Проходить Вот смотрите Сюда Смотрим Внимательно Вот это Пень Просто Плохо видно Это Второе Чуть ли не Последнее У меня Ледчайшие Случа Когда гибнут Привитые Абрикосы Но Прекрасный Абрикос Стоило Вот тут Отпилить Вот тут Полезли Вот отсюда А теперь Смотрим Раз Два Три Четыре Даже Вот этот Вот этот Возможно Это даже Подвоенный Но они Настолько Сроднились Видите На гибелизации Не существует Господа Ученые Смотрите Сюда Знаете Он Нет Смотрите Внимание Ага Вот Если не верите Клянусь Богом Что это Он Поняли Вот вам И гибель Попробуйте Убить Я Не смогли Морозы Не смогли Убить Не только Это Самый Да Даже Привитую Часть Вот Культурная Не смогли Погиб А потом Приезжает Ко мне Скобилов Кандидат Наук Для чего А теперь Я могу С совестью Когда Мы Походим По саду Я потом Говорю Обычно Тусун Повод Пожалуйста Можно Кто Сомневается Потому что Вообще Вспомните Как тот Доктор Наук Сказал Что у Железова Не может Вать Абрикосов Потому что У него Докторы Все погибли Вот Я говорю Пожалуйста Можно Я всех Сомневаюсь Буду Завать ваш телефон Потому что В это Поверить Невозможно Да Конечно Вот это Моя единственная Крыша С ученого мира А чем Бояться В этот момент Ему было Семь Света Он уже На пенсии Был Еще Такой Показываю Слива Абрикос У меня Суникальное Дерево Вот И у меня Даже Другое дерево Показывало Огромные Плоды Непохожие Ну Когда Сливу Привел На абрикос Потом У меня Случилась Катастрофа У меня Таких деревьев Был несколько И ураганный Ветер Их снес Вот Само Сочленение Соединение Живая ткань Хирургический Шов Абрикос Слива Оказался Слива Слива Может Покажу Еще Один Вот Оказался Слива У меня Упало Три Или Четыре Дерево Сейчас Начал Забывать Уже Плодносящих Слива На абрикосе Причем Сливы Стали Слаще И Много Вы Видели Это Самое Многие Из вас Не зря Вопрос Задавали Про Чернобаева У него В саду Растет Моя Слива Привитая На абрикос На какой Я уже не помню По-моему На культурный По-моему На бай Вот И она стала Слаще Мягче Вот И даже цвет Поменяла На более розовый И вот значит Это один из примеров А вот у меня Один пример Когда Дерево Рухнуло Вот Но не до конца Скажем так Получилось Это Огрызок Вместо Дерева И выше Прививки И выше Эта Пня Есть Ветки Да Выше Абрикосовое Ой Сливовое И ниже Прививки Есть Абрикосовое Но Они уже Настолько Перепутались Гены Вот Можно Президительно Назвать Химерами И дальше Ими не заниматься Но если Отрезать Вот эту Ветку И вот эту Ветку Можно Получить Такое Что я Просто Пока Вам показываю Что у меня Таких чудес Хватает Но они никому не нужны Сейчас Я вам покажу Дело в том Что на этот ход Обратите внимание Идет Ливень Ливень Настоящий Это кстати Абрикос Заметьте Вон они Подносят Вот Обратите внимание Как Распространяются Потоки От центра К Не наоборот Вот так Устроены Листья Кстати Вот она Моя уважаемая Ученица Юлия Матвеева Проходит Практику В моем саду Только Дождевание Видите Это питомник Почему Внимание Это питомник Видели Где сухо Вы что думаете Дереву делать Нечего Ему же Нужна Влага Почему же Он Влагу Отнимает Отпихивает Дело в том Что Он Спасает Штамп От гниения Раз И направляет Влагу Туда Где кончики Корней Какое К черту Прореживание Тогда Вода Будет Стекать По штамбу Поняли Да Но Исключение Из правил Я стараюсь Быть объективным Вот Это Очередная Мафия Даша Вот Она Поливает И заодно Позирует Душ Шарко Садоводстве Время от Времени Надо Помыть Дерево Капитально Почему Потому что Деревья Я не Прискиваю Деревья Не спасают Они не нуждаются В моем спасении Но С помощью Сильной Строй воды Мы смываем Всю месяц И даже Пыль Ямка Для полива Называется Еще одна Несусветная Глупость А дальше Придумали Понятие Влагозарядный Полив Зарядный Это означает Запас Знаете Как батареи Заряжают Вам же Нужна батарея Чтобы работала Будильники Телефоны Чтобы она работала Как можно дольше Ее накачивает Энергией А теперь Кто-то решил Что вода Это просто Такой Безобидный Запас А давайте Ка мы И ведь пишут На полном Серьезе Такие Солидные Дяди Они пишут Как Залито Нужно полить Два Три раза Но с таким Запасом Это означает Есть Месячное Нет Месячное Полив Нормов Не должно быть Месяц Может лить Дожди А месяц Может Ни одной Капли Согласны Но Потребности Дерева И определяются Чем Испарением Влаги И взрослое Дерево Плодовое В средней Величины В жаркую Погоду Испаряет 100 150 Литров Влаги Я догадываюсь Что наверное Если Устица Все открыта Ну не понимаете Да Вот Или не понимаете Вот То Она может и правда Столько испарить Но Она не будет Так Расходовать Щедро Дело в том Что Кто-то Берет Эту цифру 100 литров Умножаем На 30 дней Ёх Три Тонны Что же Получается Вот И надо Получается Взять Современный Шланг Современный Насос Электрический И Который Который Дает Производительность Час Час По 20 Кубов И Лить 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 Зарядка Зарядили В это Время Внизу Все пропало Все Катастрофа Сродни Потопа Всемирного Потопа Только Тот Касался Нас Их Тоже Кстати А здесь Специально Ни малейшего Представления О том Что Что там Творится Что Угробили Все на Свете Вот Так Вот Возвращаемся Вот Это Вот Полив Сидящий Полив Куда Деваться Поливать Надо Они Расти Не Будут У них Корни Не Достигли Водоносного Слоя Вот И Главное Вот С Формой Листьев Это Второй Важнейший Момент Форма Листьев Спасает От Передождевания Самую Середку Он Будет Расти И Не Дай Вам Бог Прорядить Хоть Что То Где-то Нанести Рану На штампе Вот К чему Я клоню Коротко У меня Ж сотни Фотографий Я могу Говорить Часами Вот У меня Жалко Много Время Уходит На Проклятие Что Вы Творите Ведь Вы Вы же Ничего Не Понимаете В этом Деле Дай Вам Хоть Каплю Налить Дерево Готовится К зиме Всю Вашу Влагозарядную Деятельность Помните Подзимные Полива Эти дебильные Вот Дерево Прекращает Брасывает Листья Искусственное Дождевание Ему Чуть не сказал Грубое слово Не нужно Полив ему Не нужен Ему Нужно Уйти В зиму С оптимальными Этим самым Влагой Для этого Она Инстенсивно Начинает Испарять 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 И вот А листья Сбросить Не может Не может Она же погибнет Лист остается Все еще Лист испаряет И бах Мороз Вот ваш Подзимний Полив Ведь тот Кто его придумал Он просто Не знает Что там Подзимные Творит Где Апатогенная Зона Это мой Сосед Вот это Вот Груша Кстати Лукашевка Она Рисет На границе У меня С соседом Была длинная Дружба Потом он Дом продал Сад Вот это Месте Он Потом Тем Кому он Продал Вот это Вот поляна Довольно Приличная 33 года Ничего не растет Вот Кстати Обратите внимание Это все Садит Не растет Садит Это геопатогенная Зона Здесь никогда Ничего растения Какое чудо Что здесь Дом не поставили Вы Опасны Для людей Для этого Я просто хочу Сказать Ребята Учитесь Я просто Не мог Пройти Мимо Этой фотографии Вот Замечательное Дерево Уорожая 30 ведер Это на среднем Вот это Вот Волочная Вишня Она Слаще Моей Я все Ленюсь Перенести Себе Это надо Взять Семечки Это надо Это Косточки Это надо Перенести Вырасти Опять Но нету Мне ни сил Ни здоровья Даже обидно Так У меня сейчас Лежит Это самое Посылка Там столько Замечательных Семян Сколько там Семян Замечательных И вот Почему-то Уже нет Ни сил Ничего Чтобы заняться Ими Я уже думаю Договориться И как кому-то Переслать Еще из наших Потом покажу Фотографию Может быть В следующий раз Этих семян Может быть Кто-то из Продвинутых Не обидится Тот-то Высылал Посмотрим Так На ней На этой фотографии Изображено то Что Как сказать Не имеет Вообще Ценности Цены Просто не имеет Сейчас я продаю Сыновей То есть Уже выросло С третьего поколения Я не старался Выращивать Третье Пятое Второе поколение После них Я долго Этого не решался У меня всегда Были только Сеянцы На прививку Упустил момент Сеянц взял Не принял Прививку А уже Большую А уже Рука не поднимается А в этом раз Увидите еще И сладкие плоды Не во всех случаях Вот Почему Я просто Этим Шнимков Хотел напомнить Сам себе О чем Надо говорить О том Что Абрикосам Нужен Опылитель И больно Невольно Вокруг этого Дерева Роскошные Абрикосы Которые Его Облагородили Ну Надеюсь Если потеряли Морозостойко Сыновья То не сильно А вот эта фотография Тяжелейший снег Почему Она рухнула Ах ты Железов Ты такой Строишься Себя Умник Ты потерял Одну из пяти веток Важнейших На каждой Из которых По пять По десять Веток Бывало Как так А очень просто Друзья Это ли Учебный фильм Ранний Железов Это Человек Который Взял Посадил Саженец Не обрезая Вообще С этого Момента Саженца Ну дошло До меня Это лет Через Пятнадцать Двадцать До сих пор Долблю Всех Бесполезно Звонит Неизвестнейший Садовод Такого же Уровня Как я Я не про Ум Про известность Вот И говорит Он на меня Не обидится Хотя фамилию Все равно Не люблю Лишься Расстрепать Фамилию Вот Он на меня Не обидится Потому что Это была У него В Статье Об этом Что первые Два года Как царь Приобрел Посадил Крону Трогать нельзя То есть Все наоборот Понимаете Все наоборот Вот А я Поздравляю Утверждать Нетронутая Крона При естественно Извеченных Корнях Даже Саженец Принялся Как он Принялся У меня Вырос До гигантских Размеров Мне его Бог послал Потому что Он один Такой На всю себе Так вот Он сразу Внутри С момента Посадки С первой Секунды Начал У нее Пропадать Гнить Сердце Вина Поняли Да Второй По значимости Я вам обещал Найти эту фотографию Вот Это Это не рекордный урожай Рекордный урожай 23 ведра Здесь Это ветер 15 А второе Место У меня занимало Этот самый Привитый на манджурца Королевский Вот 25 ведра А вот это Третье место Это 23 ведра Это та самая Жердер из Украины Ну в данном случае Поменьше урожай Это еще не рекордный Ну впечатляет Привет на манджурца И вот именно Вот после Я показываю эту зиму Да Не зря Вот Вот этот дал 9 ведра Это 7 Вот сейчас боюсь набрать Но этот чуть меньше Вот Это еще не то Это не 2017 год Следующий момент Выглядит так Я вам это показывал Но я готов Все оставшуюся жизнь Твердить Показывать Вот эти фотографии Сотни Если вот эта рана Естественная Морозобойна То она Вот как здесь Восстанавливается 100% 100 Вот это вот У меня таких много Вы уже глаз набьете Видите Шелуха отваливается Все И фильмы еще есть Но стоит Вот такой вот Убрать Вот такой вот И мы имеем Вот это Искусственная рана Недопустима Никаких обрезок Никаких искусственных штампов Никаких лишних веток Вот это поймите Теперь Вот это я вам показывал В прошлый раз Но не договорил Отлегся Дело в чем Когда я показывал Я хотел Сравнить Подчеркнуть Если с Крыма Приходит дерево Которым Один год Это Яблоня Она считается Супер Морозобой И вдруг Я читаю Статью Наши советские Ученые Решили Что это Кстати Уже было Мне писали Мне Сельхоз Принял команду Направление Основное Палки Вот эти Вот Не из семечка По двое А палки Я вам показывал Деревья На которых 20-30 ведер А то и 40 Да А эти палки Должны А я сто раз говорю Они на Сельхозе Не знают Что у карликовых Деревья На которых По двое Изнашиваются Плодушки Помните мои фильмы 2-3 года И все Про 15 лет Вранье И они перестают Плодоносить А продолжения нет Вот Так Ну это же Сами видите А его кстати Украили Фотографии Вместе с этим Напечатано Там 1-2-3 Не помню Этих питомников Все равно Это их Единственное На планете Дерево Вдруг стало Этим Принадлежать Питомнику Но я не об этом Дело в чем Везде Всюду Подсовывают Вам Колновидный Абрикос Так И вот Один из них Шучу Это самый Обычный Абрикос Смотрите Сюда Вот здесь Вот Плодушка Вот она Здесь хорошо Что видно Почечка Вторая Треть Это Плодовые Почки Вот сейчас Оно тут Отплодоносит Если мороз Их убьет На этом все Оголяется Все Он может еще год Поплодоносить Ну еще год Все Мои Все на этом Нет Никакого Как назвать Колновидного Абрикоса Что это за Абрикос Который год Два А потом Голая Палка Голая Палка А нам Про 15 лет Тогда я Взял Прикололся Я взял Развернул Эту фотографию Теперь Берется Опытный Компьютерщик Ну хорошо Что у меня Друзья Не мошенники Ну и надо было попросить Я не успел Надо было попросить Сафронова Вот так обрезал бы Вот так бы Обрезал Обрезал И написал бы Колновидный Абрикос Железово Ох бы я заработал У меня один Недостаток Есть ребята Совесть Называется Так Следующий момент А Вам кстати Такие абрикосы Не предъявят Только рисованы Сует Зачем Нарисуем Будем жить Так Вот этот саженец Я его Это абрикосовый У нашего лучшего Садовода Практика Благодаря которому В тысячах садов Растут абрикосы Вот Помните Показывал Глаголь Это не его Это Филиппиево Абрикосы Вот Ну там стоял С поздним Это Филиппиево И вот Филиппиево У меня числа Десятого Июня Когда уже Все давно Отцвело Все На рынке Взял Подарил Вот этот саженец Говорю Как есть Вот Продавать Я уже Никто не покупал Может быть Один Два Три Там За полдня Вот Я его посадил Я его обрезал Вот так Две трети обрезал Одну треть Ставил И я железов Прокололся При моей Квалификации То есть Они вот такие Ставили Вне Фотографии Просто Я же не могу Все рассказать Одно Рассказываю Другое Упущу Вот такой Вот уже Был На следующий год И после этого Кончательный Умер Я запомнил Одно Стояла Дикая Жара Когда я Был На рынке И он Мне его Вручил Говорит На Вот И я Ошибся Страшно Я железов Вот тут Отрезал Представляете Вот А надо было Вот тут Отрезать Сразу Вот тут Представляете Ну еще Минутка Вот это Угадали Бесея Это Песчаная Вишня И теперь На этот кустарник Сотой Два метра Это самое Два с половиной Это максимум Превает Могучие Абрикосы И ни одного Найти не могу А ведь это Все Под Абрикос Отназначено Вот Это Мошенничество Пополам С глупостью Так можно сказать Но мошенничество С той стороны А глупость С нашей стороны Ребята Вот Спрашивайте Обязательно На что привито Скажут честно На Бесею Хоть извините Но Сами понимаете Вот так Вот Красноречиво снимите И как Даже умудрился Вишню Знаете Какую Степную вишню Умудрился Облагородить А говорят Нельзя Вопрос Принципиальный Вот А вопрос Такое А передается Соленогеном уровне Это или уже Новый сорт Или это Так Какие только Не придумали Эти Термины Это просто Ужас Ай Сколько Всего Вот она Первая Опыт Облагораживания Знаете Вот в этой Маленькой Девочке Фею Которая Сейчас Через Лет Начнет Меня сменить А вот они Вот они Химеры Летинков Тоже Возмущаются Почему Это Наши Снимы Эти самые Гибриды Химерами Называют Ну что Неплохая Химера Да Здорово Вот эту Листву Заставляют Убирать Обрекает Деревья на голод Клупость Несу светнейшая Все А я еще И половину Не рассказал Все Друзья Заканчиваем Разговор Пошел Третий Час Все До свидания Встречаемся В следующую Субботу